Донецк 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 Постоянно в Петровском районе отмечаются бои-столкновения в поселке Шахты Трудовской, Шахты номер 10, в районе Кирпичного завода и поселка Александровна. Грады исключительно, это в большинстве случаев, они выходят с Красногоровки, заезжают в Старомихаловку. Позиция удобна, в районе вот здесь они становятся за поселок, где тоже так заезжают в Зеленку. И вот мы наглядно видим, что у них вот находится Петровский район, можно сказать так, на руке. И вот покрывается большая площадь жилого сектора. С целью предотвращения проникновения диверсионных групп, отражения атаки противника, проявляя заботу о безопасности гражданского населения, прифронтовой район регулярно патрулируется усиленными подразделениями полиции, внутренними войсками, группами быстрого реагирования. Вместе с группой быстрого реагирования мы патрулируем улицы в Петровском районе города Донецка. Взвод быстрого реагирования 2-го батальона тактико-разведывательной группы Республиканской гвардии разрешил нашей съемочной команде телеканала «Новороссия» отправиться в рейд по Петровскому району. Задачи взвода быстрого реагирования. Патрулирование улиц района. Оперативная работа по устранению минометных расчетов диверсионно-разведывательных групп противника. Комплекс мероприятий по задержанию особо опасных лиц, находящихся в республиканском розыске. Наведение внутреннего порядка среди воинских подразделений, эвакуация людей и зон интенсивного обстрела. Наиболее важной задачей из всех является усиление позиций и блокпостов в случае атак или попыток прорыва со стороны противника. Внешне, особенно в центре района, жизнь идет своим чередом. Артиллерия противника наносит удары, но в основном здесь слышны звуки разрывов снарядов. Разрушения на первый взгляд не сразу бросаются в глаза. Это не фантастические руины, что вблизи аэропорта, но украинские военные, похоже, стремятся сделать все возможное, чтобы разрушить как можно больше домов, школ, больниц, промышленных предприятий. Особенно это заметно на линии соприкосновения позиций, украинских блокпостов на дорогах, что ведут к укрепрайонам батальонов Национальной гвардии Украины. Разбитые дома, в которых чудом выживают немногие местные жители. От прямых попаданий снарядов в стенах домов зияют дыры. Бетонные заборы в мелких пробоинах от осколков. Стекол практически не осталось. Оконные проемы просто заложены подручными материалами или забиты. На дорогах, во дворах и огородах воронки разного диаметра. Мы находимся территориально. Между Маренко и Красногоровка. Красногоровка. То есть это из своего рода уже передовая начинается? Это есть передовая. Самая ширина передовая. То есть метров 800. Это самая ближняя позиция, где находится враг. 1200 по самым поля. Поля в зеленке не сидят. Ну и в пластели участвуют. У них там минометный расчет, сновка накалилась. Ну а так, мы уже прибысли. Все-таки не просто, что пришла, как бы, свою родину защищать. Свои земли оставить. У меня прадед дошел до Берлина. Поэтому как-то надо почтить память своих деток. В целом, ночь с пятницы на субботу была относительно спокойной. По итогам рейда с 30 на 31 января группой быстрого реагирования было задержано два человека, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Они вели себя крайне агрессивно по отношению к окружающим. В результате обстрела в ВСУ повреждено более 15 домов. Два человека погибли. Двое получили ранения. Ситуация осложнилась уже во второй половине дня, в субботу, 31 января. Интенсивные обстрелы велись из разных орудий со стороны украинских военных с малыми интервалами. 1 февраля реактивные системы залпового огня и ДРГ противника вели обстрел по всему городу. В Петровском районе за прошедшую ночь повреждено около 10 домов. Один мужчина погиб, еще один получил ранения. Оксана Волчонок, Давид Худжиц, Новороссия ТВ, город Донецк.